Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналья, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Но, к сожалению, оно оказалось не таким шикарным, как я могла бы представить. Я, если честно, ожидала выездковую трассу, выездковые сёдла, которых я домечтаю уже с момента выхода самых первых конкурных сёдл. Или что-нибудь в этом роде, может быть, бинты, нагавки, гольфики, всё что угодно, но не то, что вышло на самом деле. И да, по каким-то причинам у меня в последнее время Star Stable начала жутко зависать, и прямо во время скачек у меня просто останавливается картинка, останавливается всё. И так, буквально на секунду, потом всё это отвисает, и я продолжаю скачку без даже задержки времени. Вот, это как-то вообще странно, и я сегодня дорожку в Нью-Хиллкраст, которую я могу спокойно пройти с первого раза, прошла раза с шестого-седьмого. Да. Так вот, нам обещали, что сегодня добавят какое-то выездковое событие, выездковую трассу в хозяйство Серебряной Поляны. Но по факту нам просто добавили гонку, гонку, в которой смешаны частицы вестерна, конкура и выездки. Это всё направлено на то, чтобы чувствовать себя с лошадью единым целым, и из-за того, что ничего в это обновление не добавили, кроме как этого задания, я прочитаю вам его и даже пройду эту гонку. Ты ведь, Дарья, да? Про тебя я знаю. А это значит великолепный лорд. Не удивляйтесь так, у вас двоих репутация очень слаженной команды. Хотелось бы и мне посмотреть на вас в действии. Ты знаешь про соревнования по рабочей выездке. Для этой дисциплины нужно взаимопонимание наездника и лошади. Им предстоит преодолеть полосу препятствий, похожих на те, которые встречаются во время работы на ранчо. Больше всего рабочая выездка нравится мне тем, что участвовать в соревнованиях может каждый. Твоя лошадь не обязана изящно двигаться или прыгать, как пантера. Если она тебе доверяет, ты сможешь преодолеть все препятствия. Обычно рабочая выездка делится на 3 или 4 этапа, но пока что я предлагаю тебе испытания на скорость. Мое любимое. Тебе нужно будет достичь финиша как можно быстрее, по пути преодолев множество разных препятствий. Хммм, 3 или 4 этапа, но пока что я предлагаю тебе скорость. То есть в будущем, возможно, нам добавят еще 2 или 3 этапа каких-то. Это интересненько. Интересно будет, если эта гонка будет здесь навсегда. Готовы пройти испытания на скорость? Я, кстати, в новостях не прочитала, но я их читала, я не увидела до какого числа эта гонка навечно или нет. Как только сниму это видео, пойду читать. Так, пройди испытания. Надеюсь, у меня не будет зависания в этот раз. Ой, глазик можно нажать. А я глазик нажму. Ой, потому что проходить тут скачку... А, наравне со всеми! Я вроде вас видела, как эту гонку проходят, но я уже успела ее забыть. Да, на лагающем компьютере проходить ее вообще как-то не очень. Ай! Эта-та-та-та. О, вот тут я помню, как проходить. Вот так вот. Тинни, тинни. Да ладно, этот забор сквозной! Ха! Прикольно. Так, ну как можно скорее я тут проходить пытаться даже не буду, потому что сами видите, что у меня здесь происходит. И кстати, пока я прохожу гонку, хочу спросить у вас несколько вопросов. Во-первых, как вам конь, которого нам проспойлили разработчики, который связан с румными камнями? Я, если честно, думаю, что это продолжение цепочки квестов на репутацию с друидами. И что первым конем у нас был рунный бегун, то вторым, допустим, либо в продолжении данной цепочки, либо они сделают, может быть, параллельную цепочку, к примеру, репутацию пандории? Нет, да. Конь же связан больше с камнями, которые на юрвике, чем с самой пандорией. Вот, и мне кажется, что этот конь будет наградой. Не дурно, приходи еще в любое время, если захочешь улучшить результат. Да, если что, эту гонку вы можете проходить один раз в день, именно на получение опыта. 150 стандартное количество опыта, 20 шиллингов и 100 репутации в хозяйстве Серебряной Поляны. Дальше вы можете просто проходить эту гонку для улучшения рекордов ваших лошадок и, собственно, вас. Так вот, что я думаю по поводу вот этого магического коня? Я сразу поняла, что это Клейдес Дали. Правда, вначале со мной один человек долго-долго спорил. Здравствуй, приятный ад. Да. Но по мне так здесь сразу видно, что это Клейдес Дали. Я лично не вижу никакую похожую лошадь. Это явно не Тингер. Это явно Клейдес Дали. Вопрос в том, как разработчики преподнесут нам этого коня. Что нужно будет делать, чтобы его получить? И будет очень обидно, что если они проспойлерили нам такого мистического коня, который, кстати, мне кажется, очень сильно связан с сюжетом мультика. Поскольку в самом конце мультика, который, если вы еще не смотрели, посмотрите на официальном канале Star Stable. Или можете найти на простых интернетах уже с русскими субтитрами. Кончился мультик тем, что главные персонажи уезжали, скажем так, в закат. И за ними прям начали подниматься те самые румяные камни. Которые вы можете увидеть, к примеру, в осени, где-то недалеко от Вейдла. Насколько я помню, они есть. И еще в разных частях Юровика связаны тесно с друидами. Вот такие камни там поднимаются. Именно на этом фотографии вы можете увидеть. Кстати, я высветлила, как могла, на телефоне. С телефона все это делала. Эту фотографию, чтобы прям определиться, что же это за порода лошади. Что это прям копия вот этих магических друидских камней. И я не удивлюсь, если в будущем этот конь будет как-то связан с мультиком. Потому что, мне кажется, Star Stable сейчас тесно начнет соединять всю вселенную игровое непосредственно с мультиком Mistfall. Потому что, в принципе, он основан по игре. И не удивительно, что у нас уже есть возможность купить до 17 марта, кстати, одежду главного персонажа из мультика. И купить также пока что доступного лохматика, тоже коня из мультика. Ну, или вы можете его вырастить в приложении до 10 уровня, как это сделала я. Да, потому что я чувствую, что если бы я его качала с первого уровня, это было бы слишком долго. Так вот, и еще одна новость. Это вот эти вот, хотела сказать, лохматики, новые готландские поняшки, которые уже будут доступны на следующей неделе. И как писали разработчики в своем первом посте, то, что они сразу выпустят абсолютно всех мастей данной породы поняшек. Сомнительно как-то, если честно. У меня до сих пор где-то в голове и в душеньке держится та самая привычка, что раз в обновлении могут добавить трех лошадей. И они либо разных пород, либо три лошади одинаковой породы, но разных мастей. А тут они решили впервые в жизни добавить абсолютно всю породу со всеми мастями сразу. И, как показывают спойлеры на ютубе, по-моему, эти поняшки будут продаваться на ферме Южного Копыта. Но разработчики пока что еще их не выпустили, даже не было тизера, поэтому просто ждем в ожидании, что уже будет. Но, посмотрев спойлеры, вы, кстати, тоже можете это сделать, посмотрите их в интернете. Мне понравились многие масти. Я, правда, удивилась, почему две поняшки имеют масть как у явных пейнтхорсов, что меня очень сильно удивило. Но все остальные поняшки мне еще очень сильно напоминают исландскую лошадь. И стоят, кстати, они 750 СК, выдерживают ход, так что, в принципе, они чем-то действительно напоминают исландскую лошадь. А если еще после выхода Готландских понях Старстейбл снизит цену на исландскую лошадь, то здравствуйте, прощайте мои СК, потому что еще несколько мастей этой породы старенькой я бы еще докупила. Но не за 900 с чем-то. А вот уже там за 300 СК, да даже за 500, вот это уже другой разговор. Ну, а на этом видео по обновлению заканчивается, разговорная даже такое слегка вышла. И да, сегодня я обязана докачать этого коня до 15 уровня, и я это сделаю. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также укачать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!